БИБЛИЯ ГОВОРИТ БИБЛИЯ ГОВОРИТ То есть он ясно подчеркивает и говорит, что если ты вращаешься с теми людьми, которые несут что-то богопротивное, и не ты на них влияешь, а они на тебя влияют, это приведет к тому, что ты будешь не прогрессировать в освящении, а наоборот ослабевать. Вот, то есть это ясно, то, что Библия говорит. Теперь как помочь этому человеку? Точно так, как и с любым другим грехом. То есть если мы видим, что человек действует противоположно тому, что говорит Священное Писание, мы должны молиться о нем, чтобы помочь ему увидеть, мы должны открыть Священное Писание и показать. Вот Библия говорит, что вот это твое действие квалифицируется вот таким-то текстом Писания. Вот, мы должны помочь этому человеку посмотреть на ситуацию с духовной точки зрения. Чаще всего люди, которые попадают в эти обстоятельства, они видят какие-то человеческие стороны и забывают о духовном. Ну, например, они видят, что тебе интересно, или же человек имеет что-то от этого друга, или какие-то другие причины, человеческие причины. Но они забывают о том, что Христос сказал больше, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И Ветхий Завет, книга Притчи говорит, больше всего хранимого храни сердце твое. То есть вот помогая человеку это видеть, я думаю, что мы помогаем ему принять правильное решение о том, какие друзья приближают нас к Богу, а какие отдаляют. То есть его жена может влиять на него, помогая ему расти во Христе. Правильно? Конечно. И он, когда будет расти во Христе, он будет понимать уже сам. То есть она же его заставить не может. Не может. Возрослые люди не могут заставить способствовать его росту. Вот это то, что должен каждый. И когда человек будет по-настоящему познавать Христа больше, тогда он будет больше ценить то, что Слово говорит. И тогда это будет, ну так скажем, естественнее для него оставить тот грех или вот те вещи, которые подталкивают его ко греху. И молиться. Молитву очень часто недооценивают. Очень важный фактор. Очень важный. Спасибо, Алексей Алексеевич. Павел Володь. Друзья, дорогие, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и делитесь с вашими родными и близкими. Храни вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»